Привет всем моим подписчикам! Сегодня, сейчас мы в музее Васта находимся. Это старинный корабль, который затонул, потом его достали, и сейчас он здесь. Вот, смотрите. Был летний день 1628 года, когда из Стокгольмской гавани в свое самое первое плавание отправился новый военный корабль ВАСа. Тысячи дубов, сотни рабочих и три года тяжелого труда потребовалось для того, чтобы построить это судно. Гордость шведского флота. А потом случилось то, благодаря чему вы можете сегодня стоять здесь и видеть перед собой этот грандиозный и уникальный документ истории. Легкий порыв ветра, и дальше все произошло очень быстро. Как мог такой большой корабль, как ВАСа, затонуть так легко? Это было воскресенье 10 августа. ВАСа отошел от причала у королевского дворца. Четыре паруса были подняты, и пушечные порты на обеих батарейных палубах, открыты для торжественного салюта. Большая часть десятитысячного населения Стокгольма столпилась на берегах гавани, чтобы увидеть отплытие этого великолепного корабля. Было безветрие, и лишь легкий бриз надувал паруса ВАСа. Но неожиданное дуновение ветра заставило корабль накрениться. Сначала ВАСе удалось выровняться, но еще один порыв снова опрокинуло его на бок. Вода хлынула внутрь корпуса через пушечные порты, которые не закрыли после торжественных залпов. Вскоре судно наполнилась водой и затонула. Предполагается, что на судне во время крушения находилось около 150 человек. Но вопрос остается открытым. Как мог ВАСа затонуть так быстро и легко? Современные ученые считают, что причина в неправильной конструкции судна и в неправильном им управлении. Корабль был нестабилен, так как центр тяжести оказался слишком высоко. Но если бы пушечные порты были закрыты, и вода не хлынула бы под батарейную палубу, в этом случае ВАСа, вероятно, все равно смог бы выпрямиться и продолжить плавание. В январе 1625 года король Густав Адольф подписал контракт с братьями Хюбертсон из Голландии. Контракт предусматривал строительство четырех новых кораблей на королевской верфи на острове Шепсхольмен, теперь называемом Бласихольмен. В дни после кораблекрушения поступали разные сообщения о количестве погибших. Говорили, что от 30 до 50 человек ушли на дно вместе с судном. Когда впоследствии ВАСу подняли, то были найдены части скелетов нескольких из этих несчастных. Скелет может немало рассказать нам о том, как люди жили в прежние времена. При помощи астеологии, науки о скелетах и археологии можно установить ряд фактов – возраст, рост, состояние здоровья, чем человек питался и до каких лет дожил. Вырисовывается все более ясная картина об этих людях, кто они были и как они жили. Желающие поднять ВАСу с морского дна не заставили себя ждать. Выходец из провинции Вербланд Альберт фон Трейлебен и его немецкий коллега Андрея Спеккель взялись за дело, используя для этого водолазный колокол. Водолаз был одет в кожаную одежду с двойными сапогами. Он стоял на платформе свинца под водолазным колоколом. Я спросил его, как долго он может находиться на дне. Он ответил – полчаса. Но то было в конце октября, и когда через четверть часа колокол подняли, человек дрожал от холода, хотя он был очень сильным и родившимся в здешних местах. С самого начала погружение к ВАСе вызывали огромный интерес. С использованием новой техники проводились подводные съемки, и за работой водолазов можно было следить на мониторах. Но огромный корабль нельзя было просто взять и поднять со дна. Сначала мощной струей, так называемый мундштук Зотерстрёма, пробивали туннели под днищем, чтобы пропустить стальные тросы, которые закреплялись у поверхности на судоподъемных понтонах. В 18 этапов постепенно перемещали ВАСу на меньшую глубину, чтобы в конце концов поставить корабль у острова Кастельхольме. Утром 24 апреля 1961 года на глазах у потрясенной публики ВАСа появился на поверхности. Благодаря прямой телевизионной трансляции зрители в Швеции и за рубежом могли следить за этим историческим моментом. На горизонте появился вражеский корабль. Морской бой неизбежен. Все на корабле заторопились. Команда поливает водой паруса, палубы и бока корпуса. Всем раздают пики, мушкеты и топоры. Цирюльник достает свой нож и пилу, готовясь к ампутациям. Внизу, на батарейной палубе, солдаты занимают свои позиции возле пушек. Укладываются запасы ядер, зарядных и прицельных устройств. Порох, напротив, никогда не хранили вблизи пушек по причине взрывоопасности. После каждого выстрела надо было спускаться в трюм за новой порцией. В конце концов, всем раздают пиво, дабы поддержать боевой дух и храбрость в предстоящем сражении. Теперь остается только ждать. Вот именно для таких морских боев ВАСА и был построен. В годы правления Густава Второго Адольфа в военном Балтийском флоте Швеции было около 30 кораблей, и ВАСА предстояло стать флагманом. Жить и работать на борту военного корабля 17 века было тяжело и изнурительно. 450 мужчин должны были работать, спать, есть и делить жизненное пространство на борту по пути к полям сражений и обратно. Спали по семь человек в ряд между пушками. Эти семеро делили также миску для еды и чашку. Ложку надо было иметь свою. Еда состояла из хлеба, каши, мяса, вяленой рыбы, салаки и гороха. Пища была сильно соленой. Таким способом продукты консервировали. Чтобы запить соленую еду, в день на человека выдавали три литра пива. Пиво было легче хранить на корабле, чем свежую воду. На корабле царит оживление. Матросы взбираются на ванты и с Марса выпускают Марсели. Карабкаясь на марсовую площадку в 17 метрах над палубой, сомневаться и мешкать им нельзя, хотя многие из них неопытные новобранцы. Паруса судна наполняются ветром, и вода бурлит у фаштевня. Капитан стоит на высокой корме, наблюдая за кораблем и командой на пути к архипелагу. Военные корабли 17 века напоминали плавучие выставки художеств с украшениями и резьбой, которым нет аналогов в европейской истории искусств. Почти 700 резных скульптур Вассы и его орнаменты принадлежат к числу крупнейших коллекций мира. Сегодня деревянная резьба Вассы представляется нам в мрачных темных тонах, но только что построенный корабль щеголял фейерверком ярких насыщенных цветов. Тронец венчает арочная скульптура с изображением безбородого молодого человека. У юноши или мальчика длинные распущенные волосы, его окружают два больших грифона, держащих над его головой королевскую корону, а внизу буквы ГАРС. Это аббревиатура от Густавус Адольфус Рекс Свесея, что по латыни означает Густав Адольф – король Швеции. То есть эта фигура – это Густав Второй Адольф, изображенный как мальчик лет десяти. И изображение это было призвано показать миру, что уже в десятилетнем возрасте Густав Адольф был избран будущим королем Швеции. Это был открытый вызов королю Польши Сигизмунду, который отстаивал свое право на шведский престол.